Сергей Дмитрук пишет, Рома, что вы скажете по поводу давления Западом на нашего президента? В какой части иногда на нашего президента и вообще украинскую власть и глубинное государство надо давить со всех сил в части проведения институциональных реформ? Заметьте, все вроде как говорят о том, что война у нас, да? Это правда, но война уже идет полтора года. И в государстве опять же все так устроено, что у нас не все воюют. У нас не все государственные чиновники заняты, не все депутаты заняты войной. То есть на самом-то деле время для проведения необходимых изменений внутри страны, оно идеально. Идеально! Лучше время не найти. Почему? Ну потому что нас датируют на миллиарды, десятки миллиардов долларов и соответственно надо самим шевелить булки. Делать так, чтобы здесь, знаете какая тут главная и единственная реформа в этой стране нужна? Одна единственная. Это стопроцентная свобода на предпринимательскую деятельность и соответственно право собственности. Единственная. Это я так слышу, некоторые мне тут рассказывают, что вот мы хотели сделать бизнес такой-то, сякой-то. Там какое-то агентство Арма предложило нам свои какие-то активы. А тут какие-то ребята в погонах появились, говорят, ну давайте вы нам будете немножечко отстегивать и всякое такое. С таким подходом ничего здесь хорошего не будет. И давайте это скажем прямо. Значит, институционные изменения. Значит, СБУ должны не спиртом торговать и так далее, а родину защищать. Если вы хотите, наши дорогие, вот эту часть силовиков, которые не на войне, хотите красивых машин, идите в блогинг, идите в бизнес, идите куда-то, куда хотите. Можно даже на три буквы. Но вы не имеете права представлять украинское государство и кошмарить людей, которые зарабатывают бабки. Точка. Поэтому в части давления, вот здесь надо давление оказывать. Вы заметили, что вот у нас тут спикер парламента, пан Стефанчук, сказал, что нужно проголосовать и вернуть обязательно декларирование государственными деятелями. Как вы думаете, он сам сказал об этом? Нет. Это требование Международного валютного фонда. И вы знаете, я там, конечно, не работаю, но я уверен, что вы поддерживаете это тоже. Теперь вопрос, наверное, касался войны и мира. Здесь тоже борьба и на Украину в некотором роде могут в теории оказывать давление. Об этом очень много пишут западные журналюги сейчас. Я не уверен, что их позиция, она является финальной. Значит, насколько я вижу себе эту ситуацию, значит, западный мир и США все-таки исходят из того, и они... Есть страны, для которых декларации — это не просто слова, это путь к действию. Они говорят о восстановлении суверенитета Украины в рамках международно признанных границ. То есть за демонтаж Крымского моста и много того, что там наделали российские собачка, свинка, триколор. Ну, в частности, там, в школах надо вынести вот эти вот помойные учебники, флаги поснимать российские. Ну, в общем, список не полный, но, тем не менее, в этом направлении нужно активно действовать и работать. Если кто-то считает, ну, вопрос, наверное, касается того, что заставят ли Украину, там, я не знаю, сдаться, вступить в переговоры с Путиным или еще что-то. Давайте исходить из того, что те договоренности, которые все-таки достигнуты, а они немалые в плане ритмичности и постоянства в части отправки в Украину боеприпасов и военной техники, все это выполняется. У нас остается обида, где высокотехнологичное оружие, которое на российских свинках собачка-триколор будет уничтожать, желательно, на их территории. Тут есть над чем работать. И не исключу, что, видите, мир уже, он так устроен, если ты, вот смотрите, давайте так вот посмотрим. Я никогда не говорил, еще раз не говорю, что коррупция там, какие-то там наши внутренние дела, что мы виноваты в войне, это все бред. Но, смотрите, у нас договоренности по внутренним реформам с теми же людьми, которые дают нам оружие. И согласитесь, вот каждый же с кем-то имеет какие-то дела. Ты не можешь одному человеку и бизнес с ним делать, и врать ему одновременно, при том, что он это знает. Оно так не работает. То есть, ну, тут ситуацию, как мне кажется, нужно сбалансировать. Объективно, война покажет, как оно будет дальше. Это факт. Объективно, ясно, что Украина была, есть и будет. Вопрос, в каких границах. Вот там, где сейчас проходит линия фронта, или мы ее подведем ближе к международно признанным границам. Все эти вопросы, они открыты. Может ли ситуацию изменить Джозеф Байден? Да, может поставить ракеты, больше артиллерии. Как Ходоренок тут недавно критиковал Байдена за то, что он нерешительный и мало поставляет оружие. У меня тут был такой разговор недавно, когда человек говорит, что, ну, да, ну, самолеты, может быть, политическое решение, может быть, есть нюансы в логистике, в инфраструктуре. Это так. Но он говорит, ну, наши американские друзья могли бы просто отвесить нам 200 современных САУ одним пакетом. И то же дело бы пошло на лад. То есть вариантов много, вопросов много, но все зависит все равно от нас. И вопрос от Александра Справедливого. Как повлияет уничтожение кораблей фашистской федерации на блокаду зернового коридора? Саммит в Саудовской Аравии. Поставит РФ на место? Ну, саммит в Саудовской Аравии это инициатива президента Зеленского. Это как раз вот то, что, когда можно сказать, не можно, а нужно сказать, что украинская команда властна, они делают правильные движения, которые ведут нас к достижению наших целей. Значит, что важно? Это мероприятие в Саудовской Аравии, в Саудовской Аравии, что там нет русни, на переговорах нет русни. И кто-то скажет, что как можно договориться о мире с русней, то есть с российскими нацистами, без них. А вот можно. То есть здесь важно, что на этом мероприятии в Саудовской Аравии присутствует масса стран, которые не входят в антироссийскую коалицию. То есть Бразилия, Китай, внимание, товарищ с фамилией на Лихуей, да, тоже туда приехал. А когда приехали китайцы, посмотреть, поговорить, пообщаться, то и статусность форума сразу меняется. Наша задача работать в том числе с нейтральными странами, которые не занимают, ну, объективно занимают такую, ни вашим, ни нашим, то есть это называется нейтралитет. Мы не должны критиковать за это. Ну, во-первых, это, наверное, странно звучит, но свет клином на Украине не сошелся. Масса людей живут на этой планете своей жизнью и не знают, что сегодня над Киевской областью пролетело какое-то количество ракет в сторону центральных областей Украины. Поэтому это мероприятие очень классное. И это реально то, что придумали в офисе президента и называют это продвижение инициативы президента. Там 10 пунктов мирных инициатив Зеленского, ну, можно назвать 4 основных. Они вписаны, кстати, в все коммунике Большой Семерки. Вывод российских войск с территории Украины. От себя я добавляю, после этого разрушение Крымского моста. Этого в документах нет, но еще раз говорю, это я так это вижу, потому что на российский собакчика-свинка-триколор уходя должны за собой прибрать. Далее, наказание российских военных преступников. Привет всем российским пилотам, ну, и, соответственно, командирам кораблей, которые наносят удары по нашим городам. Вам кирдык, там одного в Краснодаре бахнули случайно, вас перебьют к херам всех. Сколько бы на это время не понадобилось, вы будете потом сами удивляться, почему он так рано умер. Ну, вот так вот. Далее, это гарантия безопасности и, соответственно, компенсации и восстановление Украины. Вот эта инициатива, она продвигается Украиной на всех площадках. И очень круто, что там есть и Кида, и так называемый Большой Юг, что там Индия, страны Латинской Америки. Нужно работать. Знаете, это как раз вот та штука, когда каждый должен делать свое дело. Военные должны убивать российских оккупантов, и не надо политикам туда вмешиваться. Политики, особенно те, которые, ну, как президент, министр иностранных дел, это внешний трек. Тут надо стараться делать все возможное для того, чтобы объяснять, что, ну, в современном мире не место нацизму российскому. И вообще, как написал Нью-Йорк Таймс, это дипломатическое контрнаступление Украины. Здорово. Звучит, звучит. Я к тому, что, когда каждый делает свое дело, значит, военные, как я сказал, воюют. А у нас воюет вся страна. А те, кто не воюют, ну, частенько, если мы говорим об органах власти, что-то борцы там с НАБУ, ДБР, антикоррупционная вся эта структура и суд вместе, вам-то кто-то мешает работать? Не мешает. Ну, вот еще раз. Поэтому каждому свое. Так, что еще? Значит, по поводу уничтожения кораблей, да я думаю, что мы просто заложенные и Нейшпапа, и Малюк придумали игру, которая называется «Сложи пазл». Собери всю коллекцию. Коллекцию Черноморского флота. Там крейсер «Москва», он уже, наверное, там мхом, кораллами покрылся. Чем там, илом, чем ракетные крейсера на дне морском, на дне Черного моря покрываются. Вот этим он и покрылся. Коллекцию надо пополнять, их надо фигачить. Еще раз. Когда кто-то будет говорить, особенно там российские, типа Медведева и все вот это вот пропагандисты, мол, это удары возмездия, так в некотором роде это да, удары возмездия. Только знаете, за что? За сам факт нашего существования. Вот за что и наносятся эти, так называемые, удары возмездия. Ну вот, цикавая ГАО, власно про це и пытае. «На що натикає наша Миноборона, що в цю гру ми будемо гратися вдвох? Це може бути ще й новеньки, наприклад, ракети, а не беспилотники». Ну, давайте себя ни в чем не сдерживать. Ни в чем не сдерживать. Еще раз. Там же вот этот вот Севков, и они вообще очень часто начинают проговаривать, что, мол, нанося удары по Москве, это оказывает влияние на стабильность российского общества. Оказывают. Видите, они же там всех пересажали. Навального закрыли. Он и так был закрыт, а так его закрыли, но, скорее всего, вынесут его вперед ногами, если мы Путина не ликвидируем нашими БПЛА или ракетами. Стрелкова закрыли. Не то, что эти люди позитивны. Видите, их даже этот оппозиционер и террорист через запятую. У них там не поймешь, кто есть кто. Я не знаю, россияне, наверное, которые, ну, то есть у них вообще альтернативы нет. И в Навальном они видели альтернативу некую. Я, конечно, политические взгляды уважаю разных людей, ну, это же, ну, просто идиотизм. Ну, что ты за этот светоч демократии, который ломается на украинском вопросе. Ведь после того, как он поломался на украинском вопросе, он сел в тюрьму вообще-то. Войну уже они не замечали все. Все это российская оппозиционная команда. Сейчас они или в тюрьме, или за границей. И те, кто в тюрьме, я им по-человечески сочувствую. Ну, если честно, хочется задаться вопросом. Вы хотели что? А, то есть вы хотели прекрасной России будущего, хрустального рейха, кристального, простите, рейха, где не воруют и все деньги тратят на танки? Ну, это как-то странно. Вот поверьте. Ну, то такие. Так что, да, в эту игру можно играть вдвоем. Так, Сашко, секс-гигант. Сашко, вам кто больше подобается? Янина чи Олена Курбанова? Я думаю, вопрос для секс-гиганта, он правильный. Так, мир в вашей хате. Ну, кстати, мир всем нашим хатам, а окупантам смерть. Так, вас не обрала заявка Верещуквого, что нужно меньше кайфовать и больше работать? Что, мы не должны даже слушать музыку? Хаба это на лицемирство? Сама я кайфую в ресторані. Я про эти темы, мораль, кайфовать, больше працювать. Будь-якое суспільство, оно самоорганизовывается. А владею не треба давать таких парад. Вы реально, сделайте так, чтобы дрони были не за волонтерские деньги. И свобода підприємства, підприємництєю деяльність. І все буде гаразд. Потому, что вот эта вот история, там, знаете, вот, бруківка. Не укладывать бруківку, да, вот, а покупать дроны. На первый взгляд, ну да, это так. Но только строительство, оно, если вы его все останавливаете, умирает просто какое-то гигантское количество других смежных отраслей. Люди теряют работу. У нас же не все в армии. А безработица у нас очень высокая. Вам не кажется странным ставить вопрос именно в таком ключе? Тем более, а это же эмоциональная реакция. То есть, кто-то недоработал в части гособоронзаказа. И вот эта вот бруківка. Не знаю. Я в Ривно часто бываю. Там бруківка, которую переклал, и она прекрасна. Она прекрасна. Вопрос в другом. Кто вам сказал, что если не будут, что эти деньги пойдут на вопросы безопасности и обороны? А это уже как бы вопрос такой, это уже для, это надо разбираться, знать, как работают эти вот бюджетные все эти институции и так далее. Вот наш президент, он сказал, что бруківкин на часе. Почему он так сказал? Потому что он идет на поводу общественного мнения. Но я не президент, и избираться не планирую. И я не буду идти на поводу общественного мнения. Я даже вот здесь вот, когда об этом говорю, что надо делать все. Вот у меня вот здесь вот на экране количество людей в онлайне. И всегда на этой теме, значит, где-то порядка 100 человек отваливается. Ну, то есть, людей это возмущает. И я понимаю, почему их возмущают. Потому что они хотят безопасности своим сыновьям и отцам, которые сейчас на войне. Это абсолютно правильно. Ну, просто вопрос в том, что жизнь, она немножечко сложнее. Вот я об этом говорю. И, конечно, все для фронта, все для победы. Так. Андрей Шелест. Маю питание. Львівяне мают намер знести Украину мати и замість нея побудувати паросток. Что думаете на этот кейс? Да ничего я не думаю. Что там? Львівяне так хочут заработи? Хай роблять, что хочут. Я не собираюсь вот эту дискуссию с приводу памятников проводить. Честно говоря. Громаде не подобается. Есть закон про декоммунизацию. Знімайте нахрен. Мне, например, в Киеве родина мать, теперь Украина мать, а теперь у меня с три зуба, она идеальна. Я запаси с дроней занимаю. Наверное, у тебя блатча такие. Просто жінка мрія. Магирша Янина и Оланы Курбановой. Да, це сексистский жарт. Но вы сейчас разразумеете, що я маю на вазі. Посмотрите на нашу Украину мать и, например, на бабету, которая в Волгограде российском. Может, у нее вообще перекошеное лицо так, что просто диву даешься. Страх и ужас одолевает при виде этого лица. Еще раз. Не надо, вот, знаете, все эти дискуссии про памятники, еще что-то. Ясно одно, что не может быть вот одновременно лететь ракеты, имени Пушкина и Достоевского. И здесь стояли их памятники. Значит, я точно знаю, я по нашей Нэнсе и по Західній Частыні, и по Півничній Закрама. І ж багато. Все поховання Другой Светової Війны, вони все у нас в порядку. Вони доглянути краще, ніж в Мордоре. Це так вам, на секундочку. Що стосується цих символичних речей, хай громады вирішить. Взагалі, слушайте, не знаєш, як поступити, поступай по закону. Ну, закон і здравий смысл. Ну, вот так. Ну, вот, Сергій пытає. Як ви думаєте, на скільки крейсерах буде завершено збір нашої підводної коллексії зарашистських тазиків? Значит, що касається закупки дронів, я вот, коли говорю о том, що кожен має займатися своїм делом. Я же не говорю, що ми не должны покупати дронів. Ми, народ, нація. І будемо ми їх покупати до последнього дня війни. Я просто говорю о том, що є люди, які ще, кроме того, що хочуть допомогти своїй, нашій армії, є люди в цій країні, які ще у них функціональні об'язанності 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 украінську армию. І я не то, що проти роботи за них їхнюю роботу, а їхнюю, а їх роботу. А я за то, щоб шевелились все. Все. У нас ваються вся країна. Так, Юрий Терієнко. Якщо, условно, завтра буде підписано договор о прекращенні огня на линиях соприкосновання по корейському варианту, то що ждет население України? Ну, ви сами відповіли на свій вопрос. Две Корії. Одна концлагеря, а другая развитая, підприємчевая страна і все прекрасно, де люди улыбаються і не ходять в военній формі. І ще раз, це произойдет в будь-якому случай. Ну, імеється віду, там, де Мордор, там буде вот этот гулаг постоянний, потім вони повесят свого царя, почнут стрілять друг в друга, потім якійсь условний Навальний возьмет власть чи якийсь його клон, вони отряхнуться, немножечко придуть в себе і скажуть, ну, давайте тепер нападем на Україну. Ну, вот, примерно так. А щоб вони на нас не напали, потрібно бути як Северна Корія, простите, як Южна Корія, яка вооружена і опасна. Іх комплекс ВПК займають лидируючі позиції на цій планеті. І наші польські друзі, вони просто так, як в Єжній Корії купують оружіе. І САУ, і танки, і самоліты. Не просто так. Ну, вот, вопрос только в цьому. І, звісно ж, він станет після того, коли війна завершиться, ну, в смыслі, боєві дійсві, як буде жити на той тій території, як ми допускаємо, що ми не виходимо на линію 91-го року, як буде організовано жити в частиния ввідіня здесь бізнеса і можливості зарабатувати діньків. Якщо цей вопрос буде введений хоча б на уровні, як в Польщі, а зараз бізнес в Європі, я так у многих спрашиваю, ввести легче, чем у нас, то все тут само розцветет, тому що ми класні, ми работаємо, ворюємо. Тільки правила. І единственный момент, чого тут не хватає. Я тут частенько посіщаю всякі міста, у мене зараз момент, тут діти приїхали, їм паспорта, дітей же заканчивається паспорта, каже 4 роки, ну тут все, якого не повністю, діти до 18 роки знают, що паспорт видається на 4 роки репенку, а з 16 роки, якщо не вибачу, вже на 10 років. Ну вот моя туди банді приїхала, виправси решається раз, два, три. Пожалуйста, рапотаєте идеально. Ні конфет тебе нікому не треба давати, може даже не улыбатися на дівушці з красними напомаженими губами. Она не улыбається, і ти не улыбаєшся. В принципі, мені-то можна було б і улыбнутися, але дело не в цьому, це вкусовщина. Значить, свою роботу вона діляєт. Було недавно там, де займаються автомобілями, сервісний центр. Воздушна тревога, все вышли. Потім, все зашли. Все работает идеально. Це государство работает идеально. Понимаєте? Остался один момент. Свобода предпринимательської деятельності. Ну і то, що називається обеспечення справедливості. І все тут заколоситься, і все буде добре. Ну, а россиян ми все равно всіх, хто сюди пришел з оружіем в руках, уб'єм. Ну, извините. За примату. Так, вопрос. Путин надеється, що Запад устанет і прекратить нам поставлять оружіе. І Россія нас тоді захватить. Як повлиять на це предстоякі выбори в США в 2024 році? Волнительно буде все. Все ми будем переживати по этому поводу. Маста народу сейчас говорить, вот, придет Трамп і все, все накроється медним тазом, никаких ракет Хаймарсом. Я не являюсь пессимистом в данном случае. Почему? Потому, что США помогають нам не потому, что так нравится Байдену. Я вообще иногда слышал мнение, с некоторыми можно даже согласиться. Вполне возможно, что новая администрація, она скажет так, слушайте, кстати, даже у того же Трампа у него такая проскакивала. Если вы не договаривайтесь, я дам Украине столько оружия, что о россиянном КВСДА. Ну, то есть, я понимаю, что он популист и всякое такое. То, что сейчас говорят условные кандидаты в президенты, это вообще не имеет никакого смысла обсуждать, потому что их политика будет совсем другой. Но Украине помощь будет военной оказываться в полном объеме. Почему? Они же нам помогают, потому что это их национальный интерес. Вот и все. В рамках геополитических раскладов. Есть геополитический расклад, но как это работает? Ну, смотрите, Рашка создала ось зла. Было на этой неделе видео об этом, кстати, там Захарова рассказывала, что мы скоба зла, или там овал зла. Ну, в общем, это умалишенное всегда что-то подобное говорило. Так вот, говорит. Так вот, значит, Раша и российский нацизм, они хотят побольше стран захватить, накрыть их вот этой пеленой, тьмой. Соответственно, западный мир, он действует по-другому. То есть, чем больше вменяемых людей на планете, тем лучше. Вот я вам когда-то говорил, повторюсь, значит, я тут, знаешь, разных людей знаю. Ну, вот, например, сотрудник Юсейда. Юсейд, это гигантская организация, она там распределяет по миру порядка одного процента ВВП Соединенных Штатов. То есть, хулиарды на самом-то деле. И нам они помогают вообще просто. Тут такие, ну, куда ни возьми, везде американские деньги. Вот вопрос задаем мы нашим американским друзьям. Почему вы это делаете? Знаете, какой ответ? Очень простой, что с образованными людьми можно иметь дело и можно договариваться и делать мир лучше. Вот почему, например, с китайскими друзьями, я вот почему-то думаю, Соединенные Штаты все равно будет искрить, но они договорятся. Почему? Потому что там нет вот этого фатализма, что давайте мы умрем, ну, умрем, потому что нас не любят. Давайте мы всех убьем, потому что нас не уважают. Это же чисто вот эта вот российская грусть, сумрак и грусть. Вот это вот, они сдохнут, а мы в рай. Вот этот Путин все это нанизывает, мол, сдохнуть это почетно, сдохнуть в Украине почетно вдвойне жене Лада. Кстати, Лады, по-моему, мы даже перестали им выдавать. И всякое такое. Другая часть планеты, большая часть планеты, они на это смотрят, но думают, ну, может, это какая-то особенность русского конченого, там, я не знаю, менталитета. то есть, ну, мы, конечно, с этим никто быть рядом не хочет. Это очевидный, стопроцентный факт. И все. Им же, еще раз, российская фашистская федерация, кроме смерти, предложить нечего. А на Западе, не только на Западе, думают по-другому. Поэтому я оптимист, все будет нормально для тех, кто переживет эту войну. Риски большие, потери большие. Масса народа мы потеряли. Нет, народа как-то безличностно. Наших воинов. Война, это страшно. Поэтому меняться надо для чего? Для того, чтобы победить в этой войне, надо активнее их убивать без риска для наших солдат. Или с минимальным риском. И нужно решать эту военно-техническую задачу. Поэтому я предлагаю начать на этой трансляции собирать коллекцию Черноморского флота Российской Федерации на дне морском. Ну а после украинской победы, нашей победы, победы света над тьмой, обязательно отправимся с аквалангами посмотреть, «А как же там Москва? Достаточно ли она сгорела, а потом утонула?» Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова